Для аграриев, я думаю, год, наверное, показал то, что нужно перестраивать свою систему защиты, питание растений, и в предыдущие годы также это показывали. Но этот год был у нас слишком влажный на юге, то есть концентрация осадков была чрезмерная на полях, и классическая защита 2-3 по вегетации не смогли справиться с патогенным фоном. То есть в целом просадка по урожаю на 20% и где-то на 50% составила у сельхозпроизводителей. Соответственно, мы как раз-таки работаем биопрепаратами, которыми входим в раннюю фазу, снижая патогенный фон, и далее работаем бактериальными препаратами для защиты растений. И аграрии, которые работали с нами в интегрированной системе защиты, они далее применяют химические системные фунгициды. И в целом у них не было таких сильных провалов, и вот в предыдущие годы показывают стабильность. Поэтому сейчас мы будем это массово запускать на основе этого года, на основе результатов их коллег в разных регионах, которые работают с нами. Семь лет назад он начинал только быть растущим, года два назад он стал активно растущим, сейчас он уже есть. Практически об этом говорят все химические компании, которые у нас представлены в России. У них у всех появляются в портфеле биологические препараты. Как раз-таки лет пять назад мы заходили в каталогах, у нас была химбио, то есть интегрированная защита. Вот как пять лет назад мы это начали делать, так сейчас это копируют другие компании. И 20-й год показал, что это единственное решение на сегодняшний день. Для нас это, наоборот, хорошо. Объясню почему. То есть если есть доля рынка большая, то есть биологических препаратов, и в Индии активно растет, в Китае активно растет, вот в Бразилии это, наверное, сейчас топ по биопрепаратам, а в России она активно тормозилась. То есть ввиду того, что маркетинг у химических компаний намного сильнее и больше. Если посмотреть биологические компании, которые представлены в России, ну они слабые в маркетинге, очень слабые. А как раз-таки химические компании, у них маркетинг получше. И бюджет больше. И, соответственно, когда они сейчас начнут для аграриев просвещать их и объяснять, что биометод – это не волшебство, не какой-то страх, что это такая же работа и система для поддержки и увеличения урожая, то аграриев уже начнут выбирать. А там уже за ними выбор. Выбирать у химической компании, у биологической исконной компании. Тут за аграриев. Тут уже зависит от того, у кого больше компетенции, у кого рабочие препараты. Но для нас это благо то, что все начинают объяснять, как есть, не тормозя этот процесс. У нас это никак не повлияет, так как все действующие вещества и все, что есть в таре, залитые, оно все производится в России. Единственное, что у нас было иностранного – это этикетки и тары. То есть за тот период, когда введены санкции, мы уже адаптировались с нашими поставщиками в России, поэтому на нас это никак не влияет. Как это повлияет в целом на рынок? Ну, наверное, не очень. Потому что должна быть живая конкуренция. Именно конкуренция показывает хорошее решение и высокий урожай. Препарат у нас выходит в следующем году – это системный биологический фунгицид. Пока что нет на рынке ни одного биологического системного фунгицида. Все основания контактные. Системный фунгицид проходил испытание. Он у нас начнет работать с обработки семян. И далее, если так совсем просто, это микроорганизм, который внедряется в само растение, движется по соку движения. И постоянно растения поддерживают в стимуле. То есть, как и народное тело. То есть, провоцируя тем самым повышенный иммунитет. Почему вышел этот препарат? Потому что есть чистые органики начали появляться, биометод. И интегрированная система защиты, которую мы массово продаем, она им неуместна. Поэтому начали выводить этот препарат. У нас печаль в том, что память быстро забывает плохое и ориентируется только на хорошее. Если вспомнить 2021 год, когда у нас были в мае возвратные заморозки, мы по инерции, но мы, я имею в виду, как наша компания, другие компании и сами сельхозпроизводители, старались растения, азимые пшеницы, раскачать со старта. Потому что гнались все время за влагой. Влаги же нет. Чем лучше растение, тем больше урожая потенциально. Это логично. Но возвратные заморозки, которые были в мае, они ударили уже по выходу. Там колоса, трубка была. То есть фаза тогда, когда уже сахара переходит в другую фазу. То есть растение не защищается. И начали с нуля реабилитироваться. То есть полностью потеряли и сроки, и урожай мы. Сейчас, если посмотреть на этот год, у нас за окном плюс 5. Сегодня там 25 декабря. Плюс 5 дожди, снег тает. По факту пшеница, но она не находится в спящем режиме. Деревья, почки понабухали. То есть у нас словно идет весна. Соответственно, циклы чуть сместились. И сейчас практически у всех агрария в кущение, либо фаза даже лучше кущения. Также ее подкормили. То есть идет развитие. Если зима будет мягкая, нам надо понимать, что может повториться 2021 год. Только не в мае месяц. А эти же заморозки будут актуальны в марте месяц. Если у нас пшеница будет вегетировать, то есть не спать. Соответственно, тогда нам надо пересмотреть не только нам, а сельхозпроизводителем питания растений. Может быть его сместить к марту. То есть не активно сейчас, померз золоталой условной, когда у нас начинается дробная внести. А туда подальше, чтобы протянуть ее, чтобы любые заморозки не повлияли негативно на эти затраты. Если же у нас сейчас пойдут морозы, то все будет хорошо. То есть кормить можно было как раньше. Но учитывая, что уже влаги накопили мы, сейчас будут и корневые, и корневые, и все это будет развиваться. Даже вот если снег выпадет, или какая-то корка, там все равно будет плюс, оно будет все расти, работать и так далее. Та же снежная плесень там в Ставрополе. Значит, надо пересматривать фунгицидные препараты. И здесь уже надо делать упор на биологический, то есть в ранний весенний период, потому что химически работают от другого температурного режима. Вот эти корректировки надо вносить, исходя из предыдущих лет, уже в 2024 году. Потому что в 2023 нам уже показывают, что у нас переизбыток влаги. Понятно. А означает ли это, что, может быть, и сейчас, в декабре-январе, есть смысл какую-то фунгицидную обработку провести? Краснодар, да. Ростов не могу сказать, потому что у нас такая температура, ну, нестабильная для нас. А в Краснодаре, я знаю, что мы осенью применяли, позднюю осенью, года три назад, наверное, оргами коев, как фунгицид и деструктор. И в декабре мы ездили по такой погоде, видно было Мицелий хорошо, Ставрополь тоже самое видели. В целом можно, вопрос на чем сейчас обрабатывать? У нас же авиаобработки запрещены в ряде районов и регионов, там, где разрешены. И если они экономически целесообразны, то да, стоят. А так, когда возможность будет. Пожелаю аграриям подходить к защите и питанию своих растений, исходя из их реалий и истории, их полей, а не исходя из того, что делает сосед или кто-то советует, какой-нибудь агроэксперт или какой-то авторитетный человек в их районе, потому что все индивидуально. От выбора сорта до выбора внесения удобрений, до выбора фаз внесения удобрений. И вот эти нюансы влияют больше всего. От нашей компании могу сказать, что у нас точно есть стабильные препараты, которые в определенной фазе позволят им и сохранить, и приумножить урожай. Надеюсь, в наступающем году и в последующих годах они не будут допускать ошибки и будут помнить о тех ошибках, которые допускали, и их исправят. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова